Вот уже какую неделю не утихают жаркие споры вокруг нового проекта Конституции. Усовершенствованный документ выложили на сайте парламента еще 9 февраля. Однако отдельные юристы говорят, что несмотря на существенную доработку проекта Конституционным совещанием, некоторые нормы остаются спорными. Вопрос непосредственно касается президентской формы правления. Отдельные лица выражают обеспокоенность тем, что Кыргызстан может стать авторитарной стороной. Я думаю, что в проекте Конституции не учтен баланс между ветвями власти. Хоть и говорится о президентском правлении и о повышении ответственности глава государства. В других странах, если президента выбирает народ, то у него не может быть законодательной инициативы. Эта функция может быть только у парламента. Кроме того, нужно упростить систему объявления импичмента президенту. По новому документу это сложно будет сделать. Однако члены Конституционного совещания отмечают, что в стране состоялся референдум. Граждане выбрали президентскую форму правления и вполне целесообразно то, что проект Конституции написан согласно выбору народа. По новому документу глава государства возглавляет исполнительную власть, является гарантом Конституции, защиты прав и свобод граждан. Также президент определяет внутреннюю и внешнюю политику. На все это у него должны быть соответствующие полномочия, говорят специалисты. 10 января у нас состоялся референдум. На этом референдуме народ Кыргызстана сказал, что мы за президентскую форму правления. Поэтому, учитывая мнение, волю народа, мы разработали именно такой основной закон, который отвечает именно на президентскую форму правления. Естественно, полномочий у президента больше этого мы не отрицаем. Отрицать мы не собираемся, как бы нас ни называли. Потому что мы выполнили волю народа, исходя из количества полномочий, делать вывод, что там переобладает какая-то ведь в государственной власти. Это в корне неправильно. Так рассуждают такие люди, те люди, которые не понимают, как он сам говорит, что там, систему правления государства. Или специально вводят заблуждение общественности. За деятельность и результаты исполнительной власти президент несет персональную ответственность. То есть, такая статья вносится впервые. Теперь, ну, вместе с этим, даже когда, будучи ответственен, и ответственность несет за исполнительную власть только президент, и независимо от этого назначение министров происходит согласие Джоурку Кенеша. То есть, согласие Джоурку Кенеша. Также и назначая судей Верховного суда, Конституционного суда, это все происходит в согласии Джоурку Кенеша. Для того, чтобы был баланс ветвей власти, это было очень, это очень важно, то также дается большой иммунитет Джоурку Кенешу. Для того, чтобы он был независим, чтобы он не боялся каких-то политических гонений, репрессий и так далее, ему дается большой иммунитет. Эксперты в области права говорят, что предлагаемый проект Конституции учитывает все фундаментальные нормы. Также был сохранен баланс работы ветвей власти. Непосредственно в деятельности президента предусмотрена система сдержек и противовесов. Поэтому бояться узурпации власти авторитаризма не стоит. Обратились многие граждане, у них было такое требование, повысить ответственность органов государственной власти. В том числе президента и депутатов Джоурку Кенеша. И судебный ветвей власти. Мы учли, вот мы вели, вот посмотрите, пожалуйста, у нас вот президент отвечает. Импичмент есть. Президента можно отстранить от работы. На это имеет право депутаты Джоурку Кенеша, между прочим. Они отстраняют президента от работы, от должности. А наоборот, президент распускать депутатов Джоурку Кенеша, он не имеет права. Провести досрочные выборы депутатов Джоурку Кенеша, он не имеет права. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, у депутатов Джоркина есть возможность отстранять от работы президента, привлечь к ответственности, а наоборот, президент такими правами не пользуется. Он таких прав не имеет просто. Поэтому надо читать внимательно. Отметим, что несколькими днями ранее на одном из информационных сайтов о новом проекте Конституции высказался экс-председатель политической партии «За монтаж» Джиниш Молдокматов. Из-за того, что по проекту семь субъектов власти, в том числе Верховный суд и Генеральная прокуратура, получили возможность законодательной инициативы, Молдокматов заявил о якобы опасности того, что эти ведомства будут инициировать только карательные законы. Юристы говорят, что в новом проекте Конституции четко прописана система сдержек и противовесов. И в конечном счете в принятии инициированных законов последнее слово будет всегда оставаться за парламентом. Джигург Кукинеш, как высший законодательный орган, сохраняет за собой функцию законотворчества. Именно депутаты будут обсуждать и рассматривать предлагаемые законы на предмет необходимости и актуальности. И только после будут принимать окончательное решение. Мы должны понимать, что ощеряется круг именно субъектов, которым дается право законодательной инициативы. То есть предложить законопроект на принятие, на рассмотрение парламенту. В любом случае в такой ситуации последнее слово за парламентом, за депутатами. Они будут рассматривать, обсуждать и на предмет необходимости, актуальности. И вообще, насколько оно требует время, общество и так далее. По своим полномочиям, по своей сфере деятельности судебные органы в ходе правоприменительной практики, они сталкиваются с пробелами в праве. То есть они выявляют недостатки в процессуальных нормах. Соответственно, это чисто профессиональный подход будет. То есть Верховный суд именно будет заниматься вопросами, соответствующие его компетенции. В новом проекте Конституции сохранен баланс между судебной, исполнительной и законодательной властью. Они независимы, это самое главное, говорят эксперты. Большое внимание направлено и на кадровую политику. Усилена власть народа, учтена идеология. Документ должен работать во благо народа и государства. Народ избрал президентскую форму правления. А если народ избрал президентскую форму правления, закон Кыргызской республики, а Конституцию Кыргызской республики как раз-то и должен предусматривать именно институт президентской власти. Ну и, конечно, чтобы он сопровождался, чтобы существовал баланс между ветвями власти. Конечно, это законодательной власти и, конечно, это судебной власти. Те институты, которые были, ну и в Конституции действующие, они получили свое сохранение в области судебной власти. Усилился состав, вот будем говорить, Совета по делам правосудия. Если туда раньше входили представители гражданского общества, входили, допустим, судьи, то сейчас даже есть и представители Курултая. Разве это не путь вперед? Разве это не говорит о том, что есть шаг за шагом, значит, государство и его органы двигаются вперед? Определенная критика была направлена и в адрес работы парламента. Некоторые специалисты отметили, что согласно новому проекту, Дюгур Кукинеш остается лишь формальным органом. Но эксперты поясняют, несмотря на сокращение числа нардепов, парламент оставляет за собой основные полномочия по принятию законов. Основные полномочия остаются, это выслушивание отчет, счетные палаты, информация омсмена, национального банка и другие стандартные функции. Есть, я хочу отметить, есть норма конституционная депутатская комиссия, депутатская комиссия – это конституционный орган. Если по той или иной вопросу будет создана депутатская комиссия, это решение депутатской комиссии – это тоже весомый документ. Если, конечно, то мы будем правильно, грамотно, своевременно исполнять все свои функциональные обязанности. В состав депутатской комиссии входят любые заинтересованные государственные органы, которые касаются той или по иному вопросу. Напомним, процесс создания новой конституции проходил прозрачно и с учетом всех мнений «за» и «против». За весь период работы совещания сюда поступило свыше тысячи предложений. В конце января конституционное совещание завершило свою работу и исправленный вариант конституции направили в парламент 2 февраля. Работу конституционного совещания постоянно освещали в средствах массовой информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok